Итак, начинаем разбор Jacky TX. Во-первых, будем эту тему играть с вами в пятой позиции. И начнем мы ее с подтяжки на втором струне восьмого лада. То есть берем ее за так. Раз, два, три, четыре, раз. То есть нам нужно ее в десятый лад потянуть именно на сильную долю. Четыре, раз, и сюда приходим. Потом приходим на первую струну, на пятый лад. Затем идем на вторую струну, семь, пять, полом. И приходим в третью струну, на шестой лад. Получился ход. Дальше идем снова на вторую струну. Здесь мы обыгрываем эти нотки. То есть у нас получается на второй струне два, вторая струна первым пальцем, пятый лад. Потом третья струна, шестой лад. Снова вторая струна, седьмой лад. Опять возвращаемся на третью струну шестого лада. И переходим на вторую струну. Теперь. И приходим к четвертой струне седьмого лада через пул на третьей струне. То есть получается шесть, пять. Получился ход. Вот такая фраза получилась. Следующая фраза. Значит, здесь мы с вами делаем вот что. Вот мы пришли, теперь с этой же ноты приходим в третью струну. То есть мы ее берем дважды, второй раз. Седьмой лад. Затем переходим на третью струну пятого лада. Играем пять-шесть хаммер. И уходим на вторую струну. Здесь мы играем пять-семь-пять. Затем делаем скольжение к десятому ладу через восьмой лад. То есть мы ставим мизинчик на восьмой лад. И получается здесь у нас как форшлаг. Делаем вибрато потом. То есть получилась фраза. Вот, такая фразочка получилась. Теперь следующая фраза. Такая же фразочка в точности обыграли. Только здесь будет концовка другая. То есть два раза пятый лад на вторую струну. Сыграли пять. Пять-семь-девять. И в девятый лад сделали скольжение. Потом переходим на первую струну. Седьмой лад. Заново возвращаемся на вторую струну. И играем с вами скольжение с девятого на седьмой лад. А дальше играем медиатором пятый лад. Дальше мы играем. Такая фраза идет однообразно. То есть здесь получается пятый лад на первой струне мы играем дважды. А мизинец в это время у нас делает скольжение со второй струны. С восьмого лада на десятый лад. Получается. То есть это мы сыграли с вами три раза. На третий раз мы с вами, точнее уже на четвертый раз мы опять эти нотки. Эти нотки мы с вами сыграли. И уходим через пул на второй струне. Получается там семь пять. И в шестой лад мы переходим. Значит здесь у нас получается что? У нас в первом варианте с вами мы можем играть скольжение. Либо вместо скольжения делать подтяжку. Вот. Здесь мы уже когда пришли на третью струну, то нам необходимо сделать будет тоже такие же движения. Здесь на свой вкус можете играть либо подтяжку делать с пятого лада третьей струны и играть вторую струну на третьем ладу. То есть раз, пам, пам, раз, та. То есть уже на вторую струну за вторым разом мы приходим и делаем один удар. И сразу же с этой струны идем. Три, пять, семь, седьмой лад делаем скольжение. Затем идем на первую струну. Здесь мы играем пять, семь, пять, восемь, пять. По штриху мы здесь можем сделать пять, семь удар медиатора, потом с седьмого на пятый делаем пул. А вот восемь, семь играем медиатора. Вот. То есть получилось. Вот. Затем дальше переходим с вами в восьмую позицию. Вот. Здесь у нас получается мы сыграли с девятого лада девять, восемь, девять, восемь, девять, двенадцать. Потом переходим девять, двенадцать, девять и на вторую струну десять. То есть получается сыграли в восьмой позиции, а кончик сыграли в девятой позиции. То есть первый пальчик ставим на девятый лад. Вот, сыграли и... Вот, и последняя фразочка здесь. У нас идет первая струна, 14, сыграли. Потом уходим на вторую струну, 13-12 делаем пул, и скольжение на 10 лад. Потом 12-10. И все, и... Вот, это первое проведение темы. Второе проведение темы у нас идет практически то же самое, только добавляется маленькая-маленькая деталь. Итак, получается... Такая же фразочка в точности. А вот теперь начинаются маленькие расхождения. Значит, вот эти вот... Мы скользим с вами, то есть как будто бы мы начинаем... На второй струне сделали с вами скольжение взменным пальцем к 14-му ладу. Пришли сюда. Теперь уходим на первую струну, 12-й лад. Сыграли две ноты. И пришли теперь на вторую струну, играем 14-12 пул. И приходим на третью струну, 14-й лад. На третьей струне все гораздо сложнее будет, потому что там конечной ноты ее как таковой нет. То есть вот зафиксированные ноты. Поэтому здесь нам нужно будет добраться до определенного момента. Допустим, поставим границы на 11-м ладу. Вот мы приходим с вами в 11-й лад. Скольжение. Потом уходим на вторую струну, 10-й лада. Тоже так же делаем две ноты. И уходим на третью струну. Играем там 11-9. Делаем пул. Приходим потом в четвертую струну, 11-й лада. Потом снова возвращаемся в пятую позицию. Это мы сыграли. Такая же фразочка, как в первом куплетике у нас. Затем дальше у нас то же самое все повторяется. Это, в принципе, вся вторая проведение темы. Итак, третье проведение темы начинается у нас с 10-го лада. На первой струне. Это первая фразочка идет у нас. На первой струне 10-9. Потом 8-9-8. И уходим на седьмой и шестой лад. То есть, получается... Потом... Точнее, не на шестой лад на первой струне, а уйдем сами лучше всего на вторую струну, на 11-й лад. То есть, такой ход получился. Еще раз. 10-9. 8-9-8. Потом 7. И уходим на вторую струну. 11-й лад. 10-й лад. 9-й лад. 10-й лад. Получился. Потом перемещаем руку в четвертую позицию. И здесь практически тот же самый принцип играем. В принципе, одно и то же. Ход один и тот же, но в разных позициях. То есть, одинаковый аликатур в разных позициях. Затем дальше. Приходим сюда, играем от третьей струны. 7-7. То есть, два раза сыграли. Переходим на вторую струну. Играем здесь 5. Делаем хаммер. Потом уходим на первую струну. Делаем 5-7-5 пул. Делаем слайд к 10-му ладу. И уходим в седьмую позицию по пентатонике. Пришли на 7-й лад. И доигрываем такую маленькую фразочку с 10-го лада. С 12-го на 14-й делаем слайд. Переходим на первую струну. Потом снова возвращаемся на вторую струну. 14-й лад. Делаем скольжение к 12-му. И переходим с вами на 10-й лад. Можно так же сыграть, в принципе, так, как вот в этой позиции. Можно в этой. И заканчивая за фразочку, у нас с вами вот таким образом. Значит, мы сыграем. Сыграли окончание. И теперь играем седьмой лад. Две струны. Четвертую с третьей. Та-ц-ц-та. Сыграли здесь, значит, на седьмом ладу. Пришли на первую струну десятый лад. Два раза ее ударили. Сделали подтяжку на второй струне на тон с тринадцатого лада. Заканчиваем первой струной двумя ударами. То есть раз-два, подтяжка. Раз-два, подтяжка. Два удара сделали. Теперь переходим. Переходим, играем интервал третон с четвертой струны девятого лада. То есть четвертая струна девять. Третья струна десять. Такой же ритм. Такие же подтяжки. И заканчивается у нас пассажик с вами. Начинается с четвертой струны. Сыграли. То есть здесь получается двенадцатый лад на четвертой струне. Два раза мы его дернули. Переходим с вами на третью струну девятый лад. Сыграли с девять одиннадцать хаммер. Пришли на вторую струну, добавили десять-двенадцать. Потом вернулись на третью струну. И здесь мы играем три ноты. Девять, одиннадцать, двенадцать. И на второй струне я добавим 10, длина отзыва. И приходим в 10 лад. У нас получился вот такой пассаж. После 10 лада на первой струне мы с вами возвращаемся вниз. То есть получается 10. Играем. Обычная пентатоника. То есть здесь мы сыграем. Приходим в пулу, делаем 12-10 на второй струне. На третьей струне 11-9. И приходим на четвертую струну 12 лад. И заключительный интервал. Здесь мы с вами ставим четвертую струну 12 лад вторым пальцем. А безымянным пальцем ставим вторую струну тоже на 12 ладу. Делаем небольшую подтяжку. И переходим в другой лад. То есть здесь мы сыграли 12-12. Пришли с вами теперь вот куда. Получается четвертая струна 11, вторая струна 10. И на этом эта часть заканчивается и начинается другая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...